Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас уже наступают холода, а в «АвтоСтронг-М» всегда хорошая погода, отличные запчасти, отличный сервис и быстрая доставка. В любую погоду в «АвтоСтронг-М» огромный выбор шрусов и рулевых реек. Сегодня мы пройдемся по чему-то премиальному. Итак, встречаем Mercedes M111. Бензиновые двигатели Mercedes M111 – это рядные четверки объемом от 1,8 до 2,3. Выпускать их начали еще в 1992 году, а закончили аж в 2006 году. Таким образом, этот двигатель дебютировал на 124-м Mercedes. Затем позднее он ставился на 203-й C-класс, на 170-й Roadster SLK и на 208-е купе CLK. Но дольше всего он продержался на 905-м спринтере. Также этот двигатель в варианте с объемом 2 и 3 ставился на Volkswagen LT и на два SunYong Moussa и Kyron. Среди четверок M111 были не только атмосферной версии, но и версии с компрессором. Дебютировали они в 1995 году на C-классе 202. И самая младшая версия 1.8 развивала 122 лошадиных силы, а самая мощная на 2 и 3 развивала 197 лошадиных сил. У данного двигателя чугунный блок алюминиевая 16-клапанная ГБЦ. Естественно, гидрокомпенсаторы в ней присутствуют и также на впускном распредвале фазовращатель оригинальной конструкции. Ранние версии двигателя M111 получили электронный впрыск топлива с мудреной системой управления ПМС. Как вы думаете, как она расшифровывается? Правильно, Pressure Monitoring System. Выпускали ее Bosch и Siemens и она управляла форсунками и свечами. Суть в том, что эта система измеряла нагрузку на двигатель датчиком абсолютного давления, который был встроен в блок управления. Так вот, этот датчик был ненадежным и если он выходил из строя, то менять это все надо было вместе. Но эти блоки научились перепаивать с заменой вышедшего из строя датчика. Эта система никогда не устанавливалась на 210-й Мерседес, а устанавливалась на более ранние Мерседесы, то есть 124-й, 202-й и 638-й. На рубеже 2000-х годов двигатели M111 эволюционировали, то есть инженеры укрепили блок, усилили поршни и шатуны под увеличившуюся степень сжатия. Также немного изменилось ГБЦ, а катушки зажигания стали индивидуальные. Если изначально компрессорные версии оснащали нагнетателем Ethan M62, который приводился ремнем через электромагнитную муфту, то затем стали ставить нагнетатель Ethan M45 с постоянным приводом. Сегодня мы будем разбирать атмосферный двухлитровый двигатель M111.942, который снят с Mercedes-Benz V210 E-Class 1994 года. Напомним, что двигатель, который мы сегодня будем разбирать, без компрессора. Но так как в «АвтоСтронге» есть практически всё, мы достали компрессор с двигателя 2.3. Этот компрессор Ethan M45, который постоянно работает при работе двигателя и создает избыточное давление 0,37 бар. С точки зрения производителя этот компрессор не ремонтопригоден, но для него продаются неоригинальные комплекты игольчатых подшипников для шнеков. Кстати, эти игольчатые подшипники одинаковы, что для компрессора M45, что для компрессора M62. Ранние версии двигателя M111 для 210-го Mercedes-Benz V210 до 1997 года оснащались системой управления с новомодным тогда пленочным расходомером, который мог более точно рассчитать количество всасываемого воздуха. Данная система надежнее, чем ее предшественница, но может выйти из строя из-за короткого замыкания моторного жгута, а также из-за дефектных катушек зажигания. Блок HFM ремонтопригоден, и его могут отремонтировать знающие и толковые электрики. Полное название пленочного расходомера – термоанемометрический массовый расходомер воздуха с нагреваемой пленкой. Датчик массового расхода воздуха такой используется и до сих пор. И теперь способен передавать уже цифровой сигнал. Кстати, так как в «Стронге» есть практически все, вот это расходомер со 111-го мотора, а это расходомер со 112-го мотора. ДМРВ же двигателя M111 формирует аналоговый сигнал. Этот датчик легко проверить. Вольтметром, то есть напряжение должно быть от 0,9 до 1 вольта. Если напряжение больше, значит датчик неисправен. Тогда двигатель плохо будет заводиться и неуверенно работать на холостых оборотах. Неполадки с ДМРВ случаются из-за масляного сажевого налета на его чувствительных элементах. Обычная система вентиляции картерных газов требует внимания из-за нарушения ее проходимости. Обычно закупорки происходят в рестрикторе либо же в трубке, которая идет от маслоотделителя. Для проверки проходимости системы вентиляции картерных газов нужно снять трубку, которая идет от клапанной крышки до впускного тракта. Затем просто рукой надавить на это отверстие. И если воздух всасывается, а он на рабочем двигателе должен хорошо всасываться, даже если вы добавляете немножко оборотов, то значит с проходимостью все нормально. Но если вот отсюда валят газы, значит есть вопрос с проходимостью системы вентиляции картерных газов либо же изношена цилиндропоршневая группа. Чтобы решить проблему с проходимостью системы вентиляции картерных газов надо добраться до рестриктора и трубки, снять рестриктор и трубку и при необходимости их заменить. Также они нуждаются в замене, если масло погнало через сальники. Еще одна известная проблема двигателя М111 – это датчик положения коленвала. Дело в том, что он выходит из строя из-за нагрева и двигатель тогда заглохнет и не заведется. И очень любопытно, что система управления двигателем не фиксирует никаких ошибок. Датчик можно полить водой, он остынет, двигатель заведется и таким образом можно точно диагностировать проблему. А теперь минутка рекламы. Не надо откладывать ваши покупки на завтра. Берите карточку рассрочки халва от МТ-банка либо карту покупок от Белгазпромбанка и летите быстрее за покупками в «АвтоСтронг-М». Я знаю, вы ждете Пашу, но Паша сегодня выходной, поэтому встречаем Анатолий. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельные заслонки на двигателе М111 двух типов. Простая, которая устанавливается на автомобили, не оборудованные антипробуксовочной системой и круиз-контролем. Данная заслонка может регулировать только холостой ход. Автомобили, которые оснащены круиз-контролем и антипробуксовочной системой, заслонка уже более самостоятельная. Она управляется отдельным блоком и открывается так, как и скажет компьютер. Заслонки отличаются по разъему. В данной простой заслонке 8 контактов, в более продвинутой заслонке 14 контактов. От старости электроника таких заслонок дает сбой, то есть моторчик может перестать работать либо работать с перебоями. Также может нарушиться изоляция проводки именно той, которая находится в данном корпусе. А вот проблемы с потенциометром датчика положения заслонки практически никогда не случаются. Если появились электрические проблемы с дроссельной заслонкой, значит будут фиксироваться соответствующие ошибки и мы получим проблемы с холостым ходом и очень странные отклики на педаль газа. Также если мы получаем проблему с дросселем, то двигатель может просто заглохнуть при появлении дополнительных нагрузок, а именно когда включится компрессор кондиционера либо при выворачивании руля до упора. При загрязнении дроссельной заслонки на двигателе М111 симптомы не такие явные. Двигатель может заводиться не с первого раза, и этот симптом может проявляться либо только на холодном двигателе, либо только на горячем. Также добавим, что в мерседесах 90-х годов проблемы с дросселем либо какими-нибудь другими электронными узлами могут быть вызваны разрушением реле перегрузки. Дело в том, что в этом реле разрушается пайка. Знатоки, то есть знающие владельцы, обычно для профилактики пропаивают эти контакты, чтобы избежать в будущем проблем с чем угодно, от бензонасоса до дросселя. Из-за засорения форсунок двигатель работает неровно и теряет мощности. Замечено, что отлично на двигателе М111 работают форсунки Siemens Deco Z1 с двигателем объемом 2,5 литра, который устанавливался на «Волгу» и «Газель». Вот такой маслоотделитель на двигателе М111. Обратите внимание, он большой и металлический. Через вот это отверстие картерные газы попадают сюда, а потом по вот этой трубочке во впускной коллектор. И еще раз обратите внимание, насколько чистый этот маслоотделитель. Это значит, что с цилиндропоршневой группой в этом двигателе все должно быть просто быть идеально. Стоит заметить, что на этом двигателе при холостых оборотах либо на малых оборотах в систему вентиляции картерных газов попадает свежий воздух. Так вот, если вы плохо прогреваете либо недостаточно двигатель зимой, то влага из свежего воздуха попадает в масло. Затем образуется эмульсия. Эта эмульсия попадает во впускной коллектор перед заслонкой и может стать причиной ее замерзания. Чтобы было понятно, когда двигатель работает на средних оборотах либо выше средних оборотов, то тогда воздух не всасывается под клапанную крышку, а высасываются картерные газы. Так вот, если в картерных газах будет эмульсия, то она по трубке и попадет перед дроссельной заслонкой. Чтобы избежать этого, совершайте долгие поездки, чтобы масло хорошо прогревалось, а влага выпаривалась. На двигателе М111 две сдвоенные катушки. Эти катушки очень чувствительны к износу свечей. Поэтому если какие-то проблемы с зажиганием, то надо в комплексе оценивать состояние свечей и катушек. Неисправная свеча может легко угробить одну из катушек. На проблемы с зажиганием указывают провалы при разгоне, троение и сильное плавание оборотов. Первое, что хотелось бы отметить, очень чисто. Никакого износа на глаз, на кулачках распредвала не видно. Обратите внимание на двухрядную здоровую цепь ГРМ на этом моторе. Сейчас будем дальше разбирать, подробнее расскажем. Помпа на данном двигателе может потечь. И делает это она с регулярностью в 100 тысяч километров. Здесь мы видим ржавчину. Друзья, заливайте в двигатель специализированные охлаждающие жидкости. И тогда вот такого трэша не будет. Многие годы на двигателях Mercedes применялся оригинальный механизм изменения фаз. Фазовращатель здесь установлен на впускном распредвале. Управляется он магнитом. Дело в том, что здесь стоит магнит. Когда на магнит подается напряжение, то вот таким образом он перемещает золотник. С годами и пробегом золотник, который управляется магнитом, может заклинить. Тогда двигатель начнет трястись и появится соответствующая ошибка. Обычно это происходит на холодную. Чтобы это вылечить, надо просто снять вот эту крышку с магнитом и расшевелить золотник. С годами и большими пробегами разъем на магните может потечь маслом. Но это легко решается. Магнит снимается, разъем герметизируется и тогда течь прекращается. А если муфта будет стучать, то проблема может быть в потере мощности магнита. Тогда магнит надо заменить. Замены может потребовать и сама муфта. Если при подвижном золотнике и исправном ЭБУ остаются проблемы с регулированием фаз. Цепь ходит больше трехсот тысяч километров. При растяжении цепь лязгает и плавают обороты. Инженеры предусмотрели четкий контроль над растяжением цепи. Для этого нужно поочередно зафиксировать впускной и выпускной распредвал и проверить смещение коленвала. Распредвалы фиксируются специальными штифтами. И если коленвал от распредвала впускного отклоняется на 30 градусов, а от выпускного более чем на 35 градусов, то значит цепь надо менять. На моторе M111 отличная ГБЦ и проблем с ней практически никогда не случается. Раз в 300 тысяч, разве что можно заменить маслосъемные колпачки. В данном случае у нас ГБЦ в хорошем состоянии. Прокладку на двигателе M111 пробивает при пробеге в 300 тысяч километров. Обычно ее пробивает спереди справа в районе генератора. Ну и тогда, естественно, надо снимать голову и менять прокладку. Перед заменой прокладки рекомендуется проверить плоскость ГБЦ. Как мы и анонсировали, HON в цилиндрах как с завода. Никаких намеков на износ. Хотели бы обратить ваше внимание, что в картере находится вот такая кривая трубочка, то есть масло по ней возвращается в поддон из маслоотделителя. Компрессионные кольца подвижны, маслосъемные кольца подвижны и не закоксованы. Еще бы попробуйте закоксовать вот такие здоровые маслосъемные кольца. В каждом поршне есть по четыре отверстия для слива масла. Ну и по состоянию вкладышей, вкладыши, к сожалению, здесь пострадали. Оставшиеся в живых двигатели M111 прошли не одну сотню тысяч километров. И можно сказать, что поршневая группа в них очень выносливая. И мало того, производитель предусмотрел ремонтные размеры поршневых колец, поршней и всех вкладышей. Масложор у данного двигателя случается, но это в основном из-за задубевших маслосъемных колпачков. И коренные вкладыши у нас тоже с заметным износом. Блок двигателя M111 с маслофорсунками. Визуально коленвал с данного двигателя в хорошем состоянии. И напомним, что коленвал можно точить, потому что производитель предусмотрел ремонтные размеры вкладышей. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали еще одну легенду. Данный мотор сделан на совесть. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, принимайте участие в нашей акции «Честный отзыв». Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» 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 Продолжение следует...